Начать праздновать свое 70-летие Дагуфский медицинский колледж решил не только с подведения итогов, но и с мероприятия, которое, возможно, положит начало новой традиции. Семь студенческих команд, будущие медсестры и медбратья, и шести учебных заведений впервые собрались в колледже, чтобы посоревноваться в профессиональном мастерстве. Когда мы планировали наш праздник, мы подумали о том, что, конечно же, в первую очередь важно показать каким-то образом профессионализм наших студентов и их конкурентоспособность. И как же это лучше показать? И подумали, что, наверное, все забытое когда-то, оно имеет значение и оно ценно. И поэтому вспомнили былые годы, когда проводились разного вида соревнования. И планируя этот конкурс мастерства, мы, безусловно, думали в первую очередь о том, чтобы наши студенты могли бы сравнить свои знания, свои навыки со студентами из других колледжей. И это как бы будет и план дальнейшего действия для нас. И очень интересно и для студентов, потому что соревновательный дух, он всегда является двигателем прогресса. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие как латвийские команды, так и коллеги из Белоруссии и Литвы. Им предстояло выполнить 9 заданий, начиная от презентации своей команды и заканчивая демонстрацией умений профессионально и быстро оказывать медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Как признались будущие медсестры из Белоруссии, участие в конкурсе требовало от них дополнительной подготовки. Мы специально смотрели евростандарты, пробовали учить пеленать. Интенсивная подготовка, изучение новой, наитруднейшей литературы. У нас совсем другие стандарты реанимации. То есть ваш евростандарт – это 30 к 2, 30 компрессий и 2 дыхания. У нас это 15 к 2, 15 компрессий и 2 дыхания. Еще нужно было уложиться так, чтобы было 100 компрессий в минуту. Вот в этом была сложность. Мы уже на третьем курсе, мы это все проходили. Но вот это волнение, оно очень сильно мешает. Руки трясутся, все с рук падает, ты все забываешь, ты хочешь чем быстрее сделать, потому что еще и время. Практики нет, и ты забываешь это. А теперь у нас появился такой шанс заново все это опять вспомнить и спробовать. Интересно. Все участники конкурса отметили, что состязания пошли им на пользу. В первую очередь в профессиональном плане. То, как медсестры выполняли задания, оценивала команда судей, в которые вошли как практикующие медики, так и педагоги Дагуповского медицинского колледжа. Высокую оценку конкурсанты получили и от председателя жюри, главной медсестры Дагуповской региональной больницы и Раиды Болоды. Еще до подведения итогов она однозначно заявила, что взяла бы к себе на работу абсолютно всех участников конкурса. Но поскольку соревнования предполагают определение победителя, то лучшей была признана команда Рижского первого медицинского колледжа. Второе место разделили участники из Оршанского и Дагуповского колледжей. Третье – студенты из медицинского колледжа имени Паула Страденя. Волнение у всех присутствует, но они просто большие молодцы. Начиная от конкурса, когда они представляли свою команду, и заканчивая тем, как они показали свое мастерство на внутривенных инъекциях, когда катетеры внутривенные ставили. Очень хорошо реагировали, когда обрабатывали раны. Очень интересно работали с пациентами, опрашивали пациентов. Это говорит о том, что они знают, что они делают, и они умеют это делать. Мы думаем о том, что может такая вот наша инициатива и такой конкурс профессионального мастерства может стать традиционным, потому как он действительно вызвал очень большой интерес. И даже уже наши больницы сказали о том, что мы могли бы организовать такие соревнования наши студенты и также работающие медсестры в наших медицинских учреждениях. Празднование юбилея продолжится открытием музея, а также торжественным мероприятием. Чтобы поздравить Дагуповских коллег, в наш город уже прибыли гости из Турции, Грузии, Германии и других стран, которые высоко ценят работу Дагуповского медицинского колледжа.